Да. Всем привет! Я хочу показать вам сегодня, как делать рывок с гирей Snatch. Snatch это сложное упражнение, поэтому предлагают просто разбить на несколько частей и всё время фокусироваться на исполнении правильно в одной из частей, потом это всё вместе исполнить. В принципе, рывок базируется на swing. Swing мы начинаем с позиции, ноги стоят вместе параллельно, мы выпрямляемся, тело всё у нас встроенное, попа внутрь. Здесь очень важно, чтобы руки у нас были прилеплены, то есть мы прилепляем локти к сторонам тела. Опускаемся, берём нашу гирю, давим её в пол, переводим вес на пятки, ещё больше вкручиваем локти внутрь и начинаем её толкать с помощью силы всего тела и таза. Здесь очень важно, чтобы руки не уходили и не качали гирю сами, то есть мы постоянно её прилепляем и даже махаем её сильно вниз, чтобы сильно выйти тазом вперёд. На основе этого упражнения мы делаем рывок. Рывок, в принципе, мы отсюда просто выносим гирю над головой. И как мы это делаем? Мы, во-первых, держим гирю немножко под уголок. Мы её не слишком в неё хватаемся, мы её держим всеми пальцами, но и позволяем также быть ей достаточно свободной. Я вам сейчас покажу полностью всё это движение, потом мы это разобьём на фрагменты. Гиря очень сильно лежит на теле, локоть отсюда. Я всем телом вывожу её вверх. Спускаю. Здесь рука полностью прямая. Я её вывожу вверх с помощью толчка из таза и ноги. С той стороны, с той руки, с которой я делаю рывок. Здесь я пытаюсь привести её вверх одним движением и сразу же закрыть трисепс, локоть. Окей? То есть постарайтесь выводить её одним движением и рассчитать таким образом силу, которую вы подаёте из таза, что вам пришлось в конечном итоге просто закрыть локоть и раскрыть кисть, и вот уже гиря наверху. Когда гиря наверху, очень важно, чтобы вы фокусировались на моменте, на том, чтобы у вас гиря лежала на руке именно вот таким образом. До конца я её одеваю немножко здесь до конца на палец, и она у меня находится здесь, на кисти и на двух костях. Очень важно, чтобы кисть, она не изгиналась вот таким вот образом, чтобы не было больно и не было травм. Поэтому руку мы держим абсолютно прямой, и она на костях. На этом моменте надо фокусироваться, потому что сначала, возможно, гиря не будет заходить до конца, и она будет вот так вот. Поэтому просто фокусируйтесь на том, чтобы у вас проработалось это и было автоматом. Отсюда я немножко сгибаю колени, немножко отхожу назад спиной и вывожу гирю вверх. И здесь я просто опускаю её вниз, как будто бы вот отсюда подрубили локоть, и локоть просто падает. Пытайтесь, чтобы гиря находила вниз ближе к телу. То есть мы её не кидали вот таким вот образом сюда. Это неправильно, это менее правильно. Но вы вот так устанете. То есть мы немножко подгибаем. Постарайтесь, чтобы когда вы опускаете гирю, чтобы она просто сразу же легла на живот, на тело. И таким образом нам будет легче уже подбросить эту гирю обратно вверх. То есть вот отсюда. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Как она была здесь, таким же образом заводите её сюда вниз и обратно вверх. Что ещё очень важно? Чтобы когда гиря летит вниз, у нас рука была полностью распрямлена и расслаблена, чтобы она не уставала. То есть если вы вот так вот её локоть у вас напрягается, распрямите его, чтобы будто вы хотите продырявить пол этой гири. То есть просто её толкайте, расслабляйте руку и потом, как резинка, вы её сможете подбросить вверх, опять же, с помощью силы таза. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. И мы закрываем ногой. Есть много техник. Это техника, с которой я работаю больше с квотом. Есть техника, когда мы работаем больше, как спиной из дедлифта. Пустим, вот такой вот. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. И это подходит на разные стадии вашего тренинга, ваших соревнований, ваших целей. Мне удобнее, в принципе, больше работать. Вот такая техника, которую я показала. И здесь, конечно, мы очень сильно упираемся ногами. Если вы видели, что я работаю вот этой ногой, я как бы перевежу через неё баланс. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фуу. Сейчас я снимаю у меня вес на этой ноге. И я как бы переступаю, делаю степ. Сюда. Оп-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. То есть вес сюда был. И здесь я ногой симулитарно закрыла, топнула. подбросила раскрыла руку чтобы у меня кисть отдыхала и опять вывожу сюда нажимаю и здесь закрываю дыхание я надеюсь что видео было понятно и вы будете работать и прорабатывать все эти элементы я просто советую работать и снимать сам себя на видео чтобы вы смогли корректировать свою работу корректировать работу и просто заниматься минуту одной рукой минуту другой отдых минуту еще один сет и таким образом можно убили время вашей тренировки прорабатывать все элементы только потом ускоряться и желаю вам удачной работы пока